Добрый вечер, дорогие друзья. Начинаем без конференции. У меня только врача. Багматик Зинич, от 1-0, 2-3, нанос. Помоги, я вам всем. Может, с вопросом? Да, мы с вопросом. Сегодня с завтра. Можно? Много рук? Да. Отсутствие сегодня, братья Мирочевки, восклигиваться далее, что... Ну, согласно мне с правдой, что отсутствие этих ваших дорогов могло изыскать внутренние, ранее неизведанные ресурсы? Ну, наверное, да. Потому что есть победа, есть результат, но Мирочевки для нас не заменили. И заменить на следующий момент это невозможно. Юрий Павлович, снова сказал в перерыве, что календарь Премьер Лиги построен на тени. Согласен? Кто сказал? Снова в перерыве сказал. Там не было никакого остатка. Ну, я не думаю. То, что календарь. Календарь составлен неправильно. Я с этим согласен полностью. Потому что в этом календаре команды, которые играют в европейских пунктах, они должны иметь какое-то определенное преимущество. Обязательно. Это всегда было. И я уже много примеров приводил. Наверное, сейчас, после такого тяжелого матча, не так просто через двое суток выходить с атлетикой. Вы скажете сейчас, что атлетикой играет в Европе. Да, играет атлетикой. Но на сегодняшний момент все-таки атлетика сильнее всех наших российских клубов. И мы, как плейдов, по крайней мере, маленький шанс, должны иметь преимущество в чем-то. По крайней мере, в одном дне восстановления. А этого не получилось. Зачем сегодня играть? Уже это надоело. Зачем сегодня играть зенитовый локомотив, который участвует в Лиге чемпионов? Дайте им, чтобы локомотив уходил гир, который положено по положениям. Хотя бы перевести куда-то. И потом все нормально. Илья Павлович, почему вы последние не проводили замены? Ведь, как вы сказали, уже через двое суток игра с атлетикой. Скорее всего, примерно он для состав будет играть. Ну, мы по-моему, считали так. Потому что все игроки были в хорошем состоянии. Во-первых, никто не выполнял по физическому. Но единственная замена, которую нужно было делать, это реагировать на то, что зенит выпустил центрального защитника Ивановича в атаку. И нам нужно было реагировать. Мурилу поставить открытие центрального защитника. А здесь, в центральной зоне, нам не хватало количества людей. Поэтому мы поменялись снова на планицу. Если бы не было этой замены, то, наверное, зачем менять, если все идет хорошо? У меня было вопросом по вашей реакции на ВАГ. Сначала в конце первого тайма, ранее в начале второго, когда забей в Грекове, вы, можно сказать, геронически начали рисовать в воздухе. Поэтому баня не боятся, что судьи отреагируют, потому что шатровые карточки могут показывать. Но всегда, наверное, я неправильно реагировал. Но я был в своей зоне. Реакция тренинга, я считаю, что это эмоции. Они тоже нормальные. Я ничего не делал. Действия, которые они были вызывающие, неправильно. Я хотел, чтобы все было и смотрели другие эпизоды, и другие. И вот и все. Слава Богу, вот видите, как вор опять правильное, то, что он есть. Слава Богу, потому что посмотрели этот эпизод, который нам не засчитали Бог, и уж посмотрели через два. Посмотрели эпизод, который снова забил прессащий Богу головой. Но до этого, там, какое-то время, был, наверное, мелкий путь. Поэтому вернули все назад. Я не знаю, но у меня личное, как было, понимание того, что вор нужен, так оно и осталось. Второй вопрос, в продолжении темы. Что Вы хотели сказать, когда Дубров пошел посмотреть вару для танцорки? Ну, потому что я видел, я сам видел, я сам видел, что игра рукой была. Игра рукой была, она даже без вара перестянула. Мне по диагонали достаточно большая дистанция, но я видел, что игра рукой была. Дмитрий Павлович, здравствуйте, я Артем Армирьев, на канале Тайград. В начале второго тайма было видно, что Локомотив больше хочет забить, и момент обсуждал больше. Дмитрий Павлович, только однажды. А чего не хватило, чтобы вот еще второй гол забить и более спокойно провести конторку? Не хватило, наверное, мы все же с вами брали вместе. Еще раз. Здравствуйте. Дмитрий Павлович, добрый вечер. Победа в Дмитрии Павлович. Да, спасибо. Перед ночью Павлович, Вы говорили, что Алексей Мирочук может сыграть в грязи Неву. На четвертый момент у него заявки. Как оцениваете его состояние и сможет ли он попасть в заявку или сыграть в соответствии? Ну, мы надеемся, мы надеемся, каждую игру, что Алексей должен выйти, он уже работает, он уже делает определенный объем физических упражнений, он нам не входит. Я, например, надеюсь, что он сможет сыграть с атлетиком. Мы не знаем, как. Для меня важно, что игрок перед матчем должен сказать, я хотел. Игрок может не тренироваться долгое время. Но если он мне говорит, что я готов выбирать, я ему верю. Игрок может быть надо, и выбирать. Да, у нас тут Вентиляум не отличается, что придает оборону. За весь матч только, если внести только 4 утра, скажу, на полтарку. Не, сними. А Ваше полное только 4 утра, что скажете за пределобороны и можно ли 오� 처음� вратарь? Да, я хочу сказать, что этот матч только если вы начали. Мы готовимся от игры к игре, но если вы скажете, что с «Зенитом» менее важный матч, чем с «Атлетикой», я с этим не соглашусь. Потому что «Зенитом», если «Зенитом» выиграл нас, 6-4 очень тяжело, а на сегодняшний момент мы уравниваем. И очень интересный чемпионат, где, посмотрите, 5 команд, которые все рядом, и каждый претендует на сегодняшний момент на звание лигера. Для нас сегодня был самый важный матч. После этого у нас есть 2 дня подготовки, важнейшая игра с «Атлетикой». Георгий Павлович, можно ли говорить о том, что считается лучший восстановитель – это результат? Можно ли в связи с этим говорить о том, что, может быть, с 2-го дня, 3-й игра с «Атлетикой» именно за счет эмоций, которые команда испытала, выигрывает этот матч, и «Зенитом» пытается полностью выигрывать? Да, да, можно. Всегда восстановление значительно лучше происходит, тогда, когда поводить эмоции. Самое важное то, что не было тирану силы. Тирану силы. Тирану силы. Попросы, чего-то ли? Юрий Павлович, в четвертом сезоне играли с «Атлетикой», помните, да, скажите, в «Лиге Европы». Расскажите, насколько эта команда та же сейчас или нет? Атлетика или мы? Атлетики. Атлетики? Атлетики? Да, Атлетика – это лидер чемпионата Испании. Та же она или не та же. Это лидер… Если лидер чемпионата Испании, то это лидер мирового футбола. Правильно? Тренер тот же, который, наверное, может футбол. Другой есть два направления. Направление, которое, на мой взгляд, направление гвардиолога, которое много владеет ничем и так далее. Но есть и направление другого тренера. Симеона. Да, Симеона. Который по-другому, на мой взгляд, видит футбол. Они очень сильны. Сим? Что же можно сказать? Симеон. Симеон. Спасибо большое. Спасибо.